Всем привет! Меня зовут Алексей Кагановский. Вот уже более 8 лет я изучаю принципы правильного питания, тестирую их на себе. И вот сегодня в этом видео я решил подытожить те знания и тот опыт, который у меня накопился за это время, и выдать вам в виде экстракта из 7 шагов. 7 шагов, которые может делать абсолютно каждый человек для того, чтобы быть здоровым. Они простые, но все гениальное просто, и именно в этой простоте, которую я успел опробовать за это время, и кроется главный секрет. Итак, 7 шагов на пути к новому телу. Поехали! И шаг первый – это психосоматика. Еще древний философ и целитель Авиценна говорил, смотри, нас теперь трое – ты, я и болезнь. И если ты станешь на мою сторону, то мы очень легко с тобой одолеем болезнь. Но если ты станешь на ее сторону, я не смогу победить вас обоих. И это высказывание очень хорошо показывает суть того, что человек должен нести сам ответственность за свое здоровье, и в первую очередь должен сам хотеть быть здоровым. И наша основная задача – понять, что здоровье, в первую очередь, оно в голове, и во вторую очередь оно зависит именно от наших действий, от того, что делаем мы, не перекладываем ли мы ответственность за свое здоровье на врачей, а занимаемся ли мы самостоятельно профилактикой. Еще в Советском Союзе говорили, что профилактика – залог здоровья. И вот наша основная задача – это понять и этому следовать. Второй важный шаг – это движение. Не все осознают, к сожалению, насколько нам сейчас не хватает движения в современной жизни. Движение – это жизнь. В принципе, все эту фразу знают, но мало кто этой фразе следует. Транспорт, лифты, эскалаторы – это все призвано упростить нашу жизнь, но, к сожалению, это наша жизнь укорачивает. Сердце нормально работает, когда мы двигаемся. Лимфатическая система и кровеносная система нормально работают, когда мы двигаемся. Человек себя чувствует бодрым и энергичным, когда он двигается. Элементарно добавив просто в свою жизнь зарядку, правда, каждый день. В этом и заключается основная проблема. Казалось бы, просто, но делать на самом деле это сложно. Делать зарядку каждый день на протяжении всей своей жизни. Если это добавить в свою жизнь, человек почувствует себя буквально через месяц абсолютно в новом теле. Намного больше энергии. Вы будете просыпаться лучше. Сама суть в самой фразе – зарядка. Мы заряжаемся энергией. Я не говорю о профессиональном занятии спорта. Я говорю о физкультуре. Именно физкультура каждодневная или хотя бы раз в несколько дней позволит вам себя ощутить абсолютно в новом теле. И это очень важный второй шаг к своему новому телу уже буквально через короткий промежуток времени. Это движение. Двигайтесь. Шаг третий. И тут мы уже разберемся с вами более подробно. Это вода. Вода – это основополагающий фактор здорового образа жизни. Человек на 70% состоит из воды. И это значит, что на 70% наше здоровье зависит от того, какую воду мы пьем. И в этом направлении, в направлении воды, есть два основных фактора, на которые нужно обратить внимание. Первый – это количество воды. Второй, естественно, это качество воды. Если говорить о количестве воды, большинство людей полагают ошибочно, что необходимая норма воды, которую нужно выпивать в день человеку, это где-то 1,5-2 литра. Но если вы подумаете, 1,5-2 литра для человека, который весит 40 кг, или 1,5-2 литра для человека, который весит 100 кг, это абсолютно два разных количества воды. Важно понимать, что количество воды должно соответствовать весу человека. Так вот, правильная формула – это 30 мл на 1 кг веса. В жаркое время или при интенсивных физических нагрузках это 40-50 мл на кг веса. Высчитать очень просто. Если вы весите 50 кг, вы умножаете на 30 мл, получаете 1,5 литра в день. Если вы весите 100 кг, умножаете на 30 мл, вы получаете 3 литра воды в день. И я говорю конкретно о воде, сюда не входит чай, кофе, напитки, все это еда. Я говорю конкретно о чистой, негазированной, полезной воде. Второй пункт – это качество воды. И вот здесь нам нужно разобраться более подробно. Есть 5 основных характеристик воды, которые мы с вами должны знать, если вы хотите пользоваться и потреблять в течение дня не просто нормальную воду, а полезную воду. Первый пункт – это показатель PH. Второй пункт – это показатель ОВБ, окислительно-восстановительный потенциал. Третий пункт – это поверхностное натяжение воды. Четвертый пункт – это минерализация. И пятый пункт – это безопасность. И если говорить о первом пункте, о шкале PH. Я думаю, все вы видели рекламу Orbit, где сказано, вот вы там попили кофе, PH вашей ротовой полостью упал, он снова стал кислым. Поэтому, если вы хотите восстановить свой уровень PH, пожуйте жвачку Orbit и снова восстановите PH-баланс в своей ротовой полости. Так вот, PH-баланс – это очень важная вещь не только для ротовой полости. Важно понимать, что PH – это шкала от 1 до 14, где 7 – это серединка, это нейтраль. Единица – это кислота, 14 – это щелочь. Так вот, очень важно знать, что большинство средств в нашем организме, они имеют показатель слабощелочной. К примеру, PH нашей крови – 7,43, то есть это чуть-чуть выше нейтральной точки. То есть слабощелочная среда – это PH нашей крови. PH желудочного сока, к примеру, около 2, то есть это кислота. Все остальные среды в нашем организме – они щелочные. И это очень важные показатели, которые нам нужно соблюдать. По сути, от 7 до 7,5, вот эта вот маленькая часть, ее можно называть зоной жизни. Вот основная проблема современного питания, современного образа жизни большинства людей заключается в том, что практически все продукты, которые мы потребляем, они нас закисляют. Чаи, соки, фастфуд, мука, сахар – все это имеет кислую реакцию, все это имеет кислый показатель PH. И только небольшое количество продуктов позволяет увеличить показатель PH в нашем организме. Второй показатель, очень важный – это ОВП – окислительно-восстановительный потенциал. Что это такое? Это способность воды нас либо заряжать, либо забирать у нас энергию. Так вот, вода, которая имеет заряд плюс – это вода, которая забирает у нас энергию. Вода, которая имеет заряд минус, как электрончики – вода, которая нам энергию в организм несет. Так вот, по стандартам Всемирной Организации Здоровья, заряд воды должен быть не выше плюс 20 милливольт. В милливольтах измеряется показатель ОВП. Так вот, к сожалению, большинство вод, которые мы можем с вами найти на рынке – это воды, которые имеют кислый показатель PH. Третий пункт – это поверхностное натяжение. Поверхностное натяжение – это способность воды проникать в клетку, если мы говорим простыми словами. Вот у нашей межклеточной жидкости, в которой плавают клеточки наши, у нее есть определенный показатель поверхностного натяжения. К сожалению, большинство вод, которые мы пьем, имеют более высокий показатель поверхностного натяжения, чем межклеточная жидкость. О чем это нам с вами говорит? Вода, которая имеет большее поверхностное натяжение, чем межклеточная жидкость, практически не попадает в клетку и остается в межклеточной жидкости. Именно поэтому очень часто бывает так, что люди, которые пьют много воды, они начинают отекать. Но здесь проблема не просто в воде, а в некачественной воде. Именно вода с высоким поверхностным натяжением, она плохо попадает в клетки и оседает в межклеточной жидкости. Четвертый показатель этой минерализации. Вода должна быть слабо минерализированная. Она не должна иметь сильный солевой состав, как какие-то лечебные воды. Ессентуки, Боржоми, Поляна Квасова, это если мы говорим про Украину, и подобные воды. Она должна быть слабо минерализирована для того, чтобы мы могли ее потреблять на постоянной основе каждый день. И пятый пункт, это естественно безопасность. Вода не должна содержать вредных примесей, вода не должна содержать бактерий и паразитов. Я вам рассказал о 5 параметрах воды, которые очень серьезно влияют на наше здоровье. Но главный вопрос, это как получить воду с этими необходимыми 5 параметрами. И то, чем я пользуюсь уже более 8 лет, это минеральная композиция Coral Mine от компании Coral Club, который позволяет мне каждый день, мне, моим клиентам, моему окружению, моей семье, вот уже на протяжении более 8 лет, пользоваться полезной живой питьевой водой. Это вот такая минеральная композиция. Здесь 10 пакетиков, 1-граммовых пакетиков в Саше. Здесь 10 вот таких 1-граммовых пакетиков с измельченным кораллом. Добывается это в Японии, возле префектуры Окинава, там коралловый атолл, коралловые рифы. И вот при добавлении вот такого 1 пакетика на 1,5 литра воды, ну или на меньшую концентрацию, мы с вами получаем воду со всеми вот этими параметрами. Именно такую воду пью я и вся моя семья уже более 8 лет. Когда коралл добавляется в воду, вода становится слабощелочной, вода имеет отрицательный показатель ОВП, то есть отрицательный заряд, вода становится слабоминерализированной, вода становится с низким поверхностным натяжением, то есть она очень легко проникает в клетку. Кстати, это очень круто чувствуют спортсмены, которые пьют нашу воду, они чувствуют, насколько в течение тренировки их мышцы насыщаются водой, то есть происходит процесс гидротации мышц. Вот сейчас у вас на экранах появится заключение, которое я получил из независимой лаборатории по контролю качества питьевой источных вод. Там я проводил 2 года назад, в 2016 году, независимое лабораторное исследование о том, что происходит с водой при добавлении коралл-майн. И вот вы можете посмотреть, что происходит с показателями окислительно-восстановительного потенциала, с показателями pH, с показателями жесткости. Жесткость – это количество органических примесей в воде, то есть количество минералов в том числе. И что происходит непосредственно с минерализацией воды при добавлении туда композиции коралл-майн. Сверху таблица, как вы видите, бутылированная вода обычная. Марку мы специально не стали называть. Снизу – это бутылированная вода с добавлением коралл-майн. Правда, делали мы этот эксперимент на небольшом количестве воды, то есть на пробирке. Соответственно, если коралл-майн добавлять на 1,5 л воды, показатели будут не такие яркие. То есть вода будет иметь где-то порядка pH около 8-8,5, ОВП где-то минус 100 и, соответственно, немножко меньше минерализации. Но тем не менее, вода явно меняет свои параметры относительно той воды, которая была изначально. Поэтому, если говорить о том, как получить воду необходимого качества, чтобы соблюсти все 5 параметров, я вам очень рекомендую разобраться детально с вот этой вот штукой. Четвертый очень важный пункт – это режим дня. Здесь я долго останавливаться не буду, здесь в принципе все понятно. Для того, чтобы ваш организм имел какую-то систему, для того, чтобы ваш организм работал как часики, вы должны сами ему с этими часиками помочь. Старайтесь ложиться всегда в одно время, старайтесь всегда вставать в одно время и старайтесь всегда питаться в одно время. Тогда у вас наладится работа кишечника. Тогда у вас ночью, если вы будете спать, ложиться стараться где-то до 12 и будете спать ночью, когда абсолютная темнота, у вас будет в организме вырабатываться мелатонин. Это гормон, который отвечает за здоровый сон и за иммунитет, если вы об этом не знали. Поэтому рекомендую ложиться всегда в одно и то же время, кушать всегда в одно и то же время и вставать всегда в одно и то же время. Это просто, но поверьте мне, это очень эффективно, если вы это будете применять каждый день в своей жизни. Вы увидите, насколько ваш организм будет давать вам положительный отклик. Пятый важный пункт, один из самых важных пунктов, это своевременное очищение организма. Зашлакованность, а именно недопереваренная пища. Все эти шлаки, токсины, которые накапливаются в организме, они не дают нашему организму работать нормально. Я, естественно, приверженец того, что организм сам очищается. Я это прекрасно понимаю и знаю, что у организма есть свои выделительные системы, которые выводят из себя токсинов, которые выводят из себя паразитов и которые выводят вообще в принципе из себя всякую гадость. Но, к сожалению, в условиях современной жизни, когда мы неправильно питаемся, когда мы дышим грязным воздухом, когда вокруг нас вот эта вся ситуация техногенная, когда вокруг нас вот эта вся эта еда и все то, что стрессы, все это влияет таким образом на наш организм, что у организма не хватает собственных сил вывести из себя всю эту гадость. И нам нужно ему просто-напросто помочь. Своевременная очистка организма поможет вам, во-первых, держать свой кишечник в чистоте. Более 70 миллионов нервных клеток живут в кишечнике. Это те нервные клетки, которые отвечают за наше с вами здоровье. Более того, практически весь иммунитет живет в кишечнике. Иммунные тела вырабатываются полезными бактериями, которые живут в нашем кишечнике. Около 3-4 килограмм только полезных бактерий носит в себе каждый человек. Представьте себе 3-4 килограмма бактерий. И эти бактерии очень серьезно влияют на наше здоровье. Для того, чтобы у нас была нормальная микрофлора, которая позволит нам выделять эти иммунные тела. Для того, чтобы у нас была нормальная микрофлора, которая будет помогать нам переваривать пищу, нам нужно заниматься своевременным и периодическим очищением организма. За что я безумно благодарен компании Coral Club, это за то, что у нас есть несколько очень крутых целевых программ, которые как раз направлены на здоровье кишечника. Первая программа, она так и называется, это программа «Здоровый кишечник», о ней вы тоже сможете почитать более подробно под этим видео. Эта комплексная программа рассчитана на 31 день, она позволяет вам полностью перезапустить кишечник, она позволяет вывести из себя шлаки и токсины, она позволяет вам запустить правильную работу желудочно-кишечного тракта и уже буквально через месяц вы почувствуете себя абсолютно новым человеком. У меня есть очень классные результаты у моих клиентов, в моей организации, когда на здоровом кишечнике у людей уходили несколько килограмм ненужной массы, за счет того, что налаживается обмен веществ, за счет того, что уходят шлаки и токсины, за счет того, что организм начинает нормально переваривать пищу, именно поэтому эти несколько килограмм уходят. У людей чистится кожа на лице и по всему организму, у людей у многих ослабляется аллергия. «Здоровый кишечник» – очень крутая программа, обязательно почитайте. Следующая программа – это противопаразитарная программа. К сожалению, хотим мы этого или не хотим, но мы подвергаемся постоянной атаке извне паразитов. Это не значит, что в каждом из нас живут какие-то гельминты, там большие черваки или что-то из этой серии. Это могут быть мельчайшие какие-то бактерии, мельчайшие паразиты, но которые очень серьезно влияют на наше здоровье, на все наши обменные процессы и не позволяют нашему организму функционировать правильно. Поэтому своевременная противопаразитарная программа позволит вам избавиться от огромного количества возможных проблем. Очень чистится кожа, очень уменьшается тяга к сладкому. Вот особенно после противопаразитарной программы ребята отмечают, что у них уменьшается тяга к сладкому. Это вторая очень крутая программа для очистки нашего организма. Третья – это, наверное, рекордсмен по количеству продаж в компании «Коррл Клаб». Это программа «Калавада». Это комплексная глубокая очистка кишечника. Я уже снимал подробное видео о «Калаваде», где я ее открываю, где я ее разбираю. Вы можете посмотреть дальше, ниже, если вы пролистаете, вы увидите видео об этой «Калаваде». Правда, на том видео старая упаковка, сейчас «Калавада» в более новой, крутой, красивой упаковке. Но суть от этого не меняется, потому что состав «Калавады» остался прежним. Он остался очень работоспособным, и у меня огромное количество результатов в моей организации у людей, которые проходили «Калаваду». Посмотрите, обязательно 14-дневная очистка организма, в которую входит 4 дня голода и глубокая очистка кишечника. Результаты просто космические. Я проходил «Калаваду» уже 15 раз. Я являюсь клиентом компании «Коррл Клаб» уже более 8 лет. И вот раз в полгода я прохожу «Калаваду» как профилактическую очистку кишечника. И хочу вам сказать, что каждый раз после этой очистки я себя чувствую, как заново родившимся. Масса энергии, не пахнет пот, много сил в течение дня, выносливость, сон замечательный, кожа заново очищается. И все это вы можете ощутить на себе, если попробуете комплексную очистку кишечника «Калавада». Обязательно пролистайте вниз и посмотрите видео о ней. Шестой пункт – это питание. И, к сожалению, в современном мире человек не может получить все необходимое из еды. Я тоже раньше считал, что если мы начнем кушать правильно, если мы будем кушать полезную рыбу, если мы будем кушать много овощей, если мы будем кушать полезные овощи, брокколи, спаржу и все из этой серии, мы получим все необходимое. Но, как показывает практика, тенденция такова, что качество продуктов питания ухудшается. Качество продуктов питания на прилавках супермаркетов ухудшается еще быстрее. Я думаю, все вы знаете, что вы можете прийти в магазин, посмотреть состав и просто единственное, что вам захочется этим продуктом сделать – это выкинуть его. Потому что состав сейчас содержит ешки, консерванты и всю ту дрянь, которая на самом деле нашему организму не нужна. Есть люди, которые выбирают и стараются выбирать для себя полезные продукты питания. Но зачастую эти продукты питания неорганические, не выращиваются определенным образом в экологически чистых районах. И стоят они из-за этого намного дороже. Поэтому правильное полноценное питание – это на самом деле не так уж дешево, как многим людям кажется. И для того, чтобы скомпенсировать в современной жизни вот этот недостаток полезных веществ, существуют биологические активные добавки. Биологические активные добавки – это не панацея. Это не лечит рак, это не повышает IQ на 60 пунктов и не лечит всех болезней. Что такое биологические активные добавки? Биологические активные добавки – это обычные растения. Но они произрастают не где-то по трассе Москва-Симферополь. Они произрастают в экологически чистых районах. Специальным образом эти растения собираются, высушиваются, как приправы, как кардамон, как шафран. Высушиваются и прессуются в удобоперевозимую форму. В виде порошка или в виде капсулы. То есть, по сути, биологические активные добавки – это еда. И если вы подумаете, что нам рассказывали наши родители, бабушки, дедушки, чем питаются космонавты. Наверняка вы знаете, это еда в тюбиках, это еда твердая, собранная. Так вот, это по сути биологические активные добавки. Это по сути концентрированная пища. Поэтому те люди, которые сейчас в современном мире принимают биологические активные добавки – это люди, не которые какую-то химию непонятную пихают в свой организм. Это люди, которые позволяют своему организму получить весь тот комплекс полезных нутриентов, которого нет в обычном питании. Которого нет в том огурце, который он купил на рынке, или в той колбасе, которая есть на прилавках супермаркетов. Поэтому возможность компенсировать все эти недостающие полезные вещества лежит в основе биологически активной добавки. Просто представьте себе, нам каждый день нужно 28 аминокислот, нам нужно 15 минералов, нам нужно 12 витаминов, 7 групп ферментов и 3 полиненасыщенные жирные кислоты. Омега-3, омега-6, омега-9 – это все то, что нам нужно каждый день. И если мы проанализируем среднестатистический рацион питания человека, вы поймете, что там не так много всего полезного. Чем завтракает среднестатистический человек? Чем обедает среднестатистический человек? И чем тем более ужинает среднестатистический человек? Получить норму ферментов, которые умирают при термической обработке свыше 60 градусов. Получить норму витамин и всего остального в обычной термически обработанной некачественной пище практически невозможно. И биологически активные добавки в наше время, к сожалению, это не просто тренд, это необходимость. Огромное количество мировых ученых пишут о биологически активной добавке как о решении этой проблемы. Терри Гроссман и Рэй Курцвелл в своей книге «Трансцент. Девять шагов на пути к вечной жизни» – это очень известные люди. Обязательно прочитайте эту книгу. Они пишут о том, что биологически активные добавки – это очень важный фактор в современной жизни для человека, который хочет правильно ухаживать за своим здоровьем. Профессор Йосиф Бреннер, он глава онкологической клиники в Израиле, входит в топ-10 онкологов Израиля. Один из самых известных и выдающихся профессоров в этой области написал книгу, которая называется «Жизнь без рака». Он написал ее с трех сторон – как врач традиционной медицины, как врач альтернативной медицины и как в прошлом онкобольной. Человек, который сам переболел раком и сейчас успешно поборол эту болезнь. Он говорит в своей книге, представьте себе, книга на 800 страниц, из которых практически 500 – это биологически активные добавки. Поэтому, когда многие люди говорят, а вот врачи не рекомендуют биологически активные добавки – это неправда. Возможно, рядовые врачи, которые работают где-то в обычных больницах, не рекомендуют биологически активные добавки. Но великие умы современности, великие ученые современности, врачи, которые помогают огромному количеству людей и входят в топ самых известных врачей мира, не просто самостоятельно пользуются, а рекомендуют эти биологически активные добавки самостоятельно. Поэтому, говоря о питании, я как раз говорю о том, что нужно обязательно восполнять весь этот комплекс полезных веществ, которых нет в нашем организме, с помощью биологически активных добавок. Поэтому шестой пункт – это питание. И седьмой, последний пункт, очень важный – это защита нашего организма. Нужно понимать, что, к сожалению, внешние факторы очень серьезно тоже пагубно влияют на наш организм. Поэтому наша с вами задача по возможности как можно сильнее от них защищаться. В данном случае нам нужно постараться дышать свежим воздухом. Конечно, в условиях современной жизни это сделать тяжело. Но если у вас есть возможность куда-нибудь свалить в место, где чистый воздух, обязательно это сделайте. Обязательно обращайте внимание на моющие средства, которыми вы пользуетесь. Потому что в поверхностно-активных веществах, которые заставляют пениться моющие средства, содержится большое количество вредных компонентов. Они очень негативно влияют на качество кожи, они очень негативно влияют на наше с вами здоровье и очень часто вызывают аллергии. Я лично пользуюсь нашими продуктами. Это линейка Coral Club, линейка Alive. Она называется Alive с английского на русский, если переводить. Это живой. Это линейка, которая изначально создана для аллергиков. Она гипоаллергенна. И она создана только на основе натуральных компонентов. Поэтому, если вы за натуральность, если вы за то, чтобы пользоваться настоящими, хорошими моющими средствами, для того, чтобы у вас не было ни аллергии, ни каких других проблем, которые могут быть связаны с вот этими всеми вредными веществами, которые там содержатся, обязательно почитайте информацию снизу об Alive. И сможете разобраться, почему эта линейка настолько эффективна, настолько крутая и почему домохозяйки ее очень любят. И, естественно, если говорить о защите, важно понимать, что нужно пользоваться в современной жизни, употреблять антиоксиданты. Это продукты, которые позволяют нам с вами бороться с внешней агрессией свободных радикалов. Свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые запускают процессы старения в нашем организме и процессы окисления. Это одна из причин появления онкозаболеваний. И вот антиоксиданты против антиоксиджен, то есть против закисления – это те продукты, которые позволяют нашему организму бороться с закислением. Те продукты, которые позволяют нашему организму бороться со старением. У нас в Кролл Клапе есть замечательный продукт H500 и его создатель Роберт Тидеман. Это гениальный ученый, который создал для нас с вами водородный антиоксидант. Это антиоксидант на основе свободного водорода, который глубоко проникает в клетки и позволяет нам с вами получить все необходимое количество энергии и бороться со свободными радикалами. А вам я желаю соблюдать все эти 7 пунктов, быть здоровыми, не болеть и как можно быстрее все эти 7 шагов пройти на пути к своему новому телу. Удачи вам, будьте здоровы!